Дорогие друзья музыканты, вот здесь находится старинный инструмент столетней давности, который после реставрации и ремонта уже начал издавать звуки. Он молчал примерно 50 лет и 3 года. Но всё равно где-то пробивается воздух, и это слышно. Вот, но где, это ни одна комиссия не разберётся. То есть, сейчас я открою верхнюю крышку, да, и, конечно, слышно, что он пробивается, то есть на слух. Вот, где-то он пробивается. Вот, но где конкретно, это очень и очень трудно понять. Вот, мешает кнопка, смотри. Поэтому, чтобы найти, ухо-то слышит, что где-то пробивается, а глаз не видит. Там мельчайшая где-то дырочка, отверстие, которая может быть 1 мм шириной. И вот она даёт неприятный вот такой звук. Вот, поэтому стоит иногда заняться старинным способом. Взять в руки мел обычный и ножик. И наскрести вот так на тот очаг, откуда слышно, что воздух идёт. Вот такой крошки сделать, ну, от мела, порошка как бы. Либо зубным порошком посыпать этот очаг. И тогда, когда вы будете поднимать и опускать полукорпус, то есть мех будет открываться, он проявит в себе вот это место, которое пропускает. Оно должно проявить. Давайте вместе посмотрим, проявит или не проявит. Вот сейчас я поднимаю наверх, ничего не видно, опускаю. Вот, пожалуйста, вот отсюда пошёл уже, только что, если уважаемый зритель видел, отсюда пошёл этот мел. Ещё можно повторить, то есть, ну, немножко. Вот это место, то есть, предварительно отсюда идёт воздух, из-под этой лавки. Ну, давайте ещё раз чуть-чуть дадим сюда этого порошка. Вот, и посмотрим внимательно. То есть, вот это предварительное место. А теперь ещё раз посмотрим внимательно. Вот, пожалуйста, вот, я думал, извиняюсь, думаю, уважаемый зритель видел, да? Вот сейчас я даже подведу, что называется, покрупнее. Вот эта канавка, вот она. Так, 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 не хочется аппарат на резкость наводиться. Вот она, эта канавка образовалась. Вот. Откуда, значит, дует воздух? Ещё раз, третий раз. Может быть, ваш монитор не очень чётко показывает. Ещё третий раз. Дадим сюда, на это место, как говорится, на вопросительное место. Дадим сюда ещё раз этого порошка чуть-чуть и посмотрим. Вот сейчас я начинаю двигать мех. Да, вот, пожалуйтесь, барин. Вот отсюда, значит, из этого места. Так, где это место? Вот это место аппарат не хочет увеличивать и уменьшать. Вот, сейчас показано. Вот канавка образовалась. Значит, отсюда идёт воздух. Глазом-то ты не увидишь, а когда уже сюда поступит этот порошок зубной, либо вот как я сейчас от мела, сделал крошку, вот, и порошок, значит, уже сразу видно, откуда, как говорят русские люди, откуда ветер дует. Поэтому в любом случае надо снимать вот эту накладку. Вот, сейчас я её снимаю. Вот, её снимать надо. Вот она, накладка. Вот, и в этом месте вот она, значит, она пробивала, то есть была не плотность. Поэтому, чтобы добиться плотности, вот здесь примерно идёт 2 мм толщина, да, а вот здесь уже идёт 3 мм толщина, вот на этом материале, то есть здесь идёт уже вот этот от ламы тонкая кожа, примерно там полмиллиметра, или же, да, да, в данном случае полмиллиметра, да, вот эта кожа полмиллиметра, не больше натуральная, да, а здесь уже идёт фельдс. Ну, он, фельдс идёт, сейчас я замерю специально, чтобы не быть голословным. Вместе она составляет 1, 2, 3, 3 мм всего полностью, то есть она составляет 3 мм, вот, то есть она будет пружинить, вот эта, вот этот мягкой подкладкой будет пружинить, и тогда должен быть толк от этого эксперимента и от этой работы. Поэтому стоит вырезать по размерам, по размерам стоит вырезать, так, одну минуту, сейчас я аппарат наведу, лапку по размерам, ну, на глаз можно, а потом, конечно, подогнать её можно будет. Вот. Вот такой, с позволения материал будет. Вот. Здесь войлок, а точнее, фельдс вот этот, он идёт под названием фельдс, этот материал, ну, по краям, скажем так. Окультурить по краям, срезать уголки вот эти. Вот. А затем нанести хороший клей, нанести хороший клей, разумеется, на фетр, вот сюда, на фетр, примерно так, взять в руки пинцет, вот, взять пинцет, и вот этот сэндвич, под лапкой, что сделать, завести, примерно вот так завести, вот, чуть-чуть её утрамбовать, примерно вот так, ну, и оставить на некоторое время, потому что, в любом случае, этот материал должен, хотя бы на ночь оставить, он должен оставить на своё место, этот материал, вот, вот, ну, сейчас он, в любом случае, уже лучше будет, тот же более толстый материал, чем который был до этого, до этого. и так, всего доброго, с вами был музыкант, и байонист Сергей Замбровский, алис гуты, чёс, сервус.